Хотелось бы немного поговорить сегодня о системе оценивания знаний в британских вузах, которая, как и все здесь, надо признать, довольно причудливая. Я бы не сказал, что она плохая, но просто скорее странная. Она, я бы также сказал, историческая, или вернее, исторически сложившаяся. И ее как-то не трогают и критически не осмысливают, что в общем и целом совсем не странно. Например, постсоветская пятибалльная шкала оценок не менее странная. И так же, как и с британской, если бы разумного человека попросили бы сесть, подумать 40 минут и предложить систему оценивания, то никто бы не предложил ни вузовскую британскую стабальную, ни постсоветскую пятибалльную систему оценивания. К тому же, и пятибалльность, и стабальность довольно иллюзорные при ближайшем рассмотрении. Например, и пятибалльная шкала на самом деле трехбальная. Отлично, хорошо и удовлетворительно. Двойка – это не совсем оценка, это фейл, это провал. Тем более, единица – не оценка. Кто-нибудь когда-нибудь эту единицу в дипломе или атестате видел? Сомневаюсь. В дневнике еще возможно, особенно за поведение, и по сути, эти единицы никуда не идут. Единица – это не оценка, а взвизг преподавателя, школьного, как правило, и, возможно, приглашение родителей прийти в школу и начать миротворческий процесс урегулирования. Английская система тоже не стабальная, хотя да, там 100 баллов от нуля до ста, можно сказать, что проценты даже. Не стабальная она, потому что на бакалавриате все, что ниже 40% – это неуд. На магистратуре все, что ниже 50% – это неуд. Требует пересдача, либо вместо высшего образования будет у вас просто корочка прослушивания курса. Мол, был, мед и пиво пил, и 90 баллов у вас не будет. Самое высокое, что можно получить, это, пожалуй, 85, но в качестве редчайшего прецедента, может, и все 87, я не знаю. По поводу выше 90, я спрашивал преподавателей, которые давно работают в системе высшего британского образования, имеют степень уровня PHD. А что вот если они в смежной дисциплине поступят в магистратуру со всем своим опытом, с багажом знаний, будут писать работу или диссертацию вместе с другими магистрантами-желотворотами, уж им-то удастся, таким людям с опытом и знанием всех тонкостей, им-то удастся всех обскакать, если не 100 баллов получить, ведь, учитывая, что они сами на уровень высший уже имеют образование, и сами, возможно, сотни, если не тысячи работ проверяли и оценивали за годы педагогической, вузовской практики. Ну вот, а уж они-то смогут хотя бы за 90 перевалить. Ну нет, говорят, что такого не будет. Даже если кто-то смеется поставить 90, то работа будет перепроверена, скорее всего, двумя другими экзаменаторами, и их балл поделят на 2. И это будет реальной оценкой. Поэтому никто не захочет подставляться и ставить за субъективно оцениваемую письменную работу что-то выше 85, да и это уже совсем потолок. Скорее всего, поставят 79 или 81, что-то в этом роде. Проблема к тому же в том, что система, с одной стороны, сверху и снизу ограниченная, так еще и внутри несколько излишневольная. Потому что, ну, как можно считать валидную и надежную оценку в 68 баллов в сравнении с 66? Если у оценивающего настроение чуть похуже, и за окном дождик, то будет 66. А если уютное и мягкое кресло и потрескивает камин, то и все 69. Дифференцировать и откалибровать оценку с точностью до процента задача несуразна, если, конечно, не вовлекать 30 или 300 оценщиков и потом брать среднее арифметическое. Ну, мне так кажется. Так что, в общем, магистрские оценки заперты. Заперты они вот в этом вот 30-ти бальном промежутке. Проблем с калибровкой сильно нет, потому что до 60 это удоб, до 70 это хорошо, и выше 70 это отл. Возвращаемся, по идее, к трехбальности. Ну, немножко такой смешурой. 80 это пятерка с плюсом, я бы сказал. И я такую оценку выше 80 только один раз получал за прошлый семестр, а именно 82 балла за эссе по критике Natural Order Acquisition. Ну, это за пределами нормы. Преподаватель, поставившим не столь высокий балл, имел смелость и наглость, я бы даже сказал, это сделать, потому что он фактически возглавляет на кафедре, или даже на целом ряде кафедр, я не уверен, направление, отвечающее как раз за оценки. Так что вряд ли кто-то бы пошел к нему из коллег оспаривать поставленную им же самим оценку герцогиня, что называется, вне подозрений. А так, шкала реально 30-ти бальная, а номинально 50-ти бальная, опять же, ниже 50 это фейл. Да, есть стеклянный потолок, но нет, насколько мне известно, официального запрета на 95 баллов, поэтому перезнаем 50-ти бальность. Поэтому теоретически на пятерку дается, что тоже несуразно, 30 баллов, то есть от 70 до 100, а на четверку и тройку по десятке. Разумно было бы, как минимум, сделать перевертыш из 50 до 80 иметь удобно, с 80 до 90 хор, а с 90 отл. Потому что, ну, логично же, что простор для удовлетворительных баллов должен быть гораздо шире, чем для отлично, потому что отлично, ну, более редко и гораздо более однозначно. Так что 30 оттенков серого полезнее с практической точки зрения, с практической точки зрения, когда мы оцениваем работу, полезнее, чем 30 оттенков белизны, даже если добрые 15 верхних грани этой белизны недоступны даже самим оценщикам. Это, кстати, ровно то же самое, что происходит с Айлдсом, кстати, да. Фиг ты получишь выше семерки с половиной или максимум восьмерки за спикинг и райтинг, даже если ты экзаменатор и плюс носитель. Я, честно, задавал подобный же вопрос, как и выше, про систему оценок в британских вузах. Я разговаривал, да. С экзаменатом по Айлдсу ответ был не гипотетический. С британской системой я просто предложил провести мысленный эксперимент. В случае с экзаменатором Айлдса ответ был реальный, потому что конкретный человек, экзаменатор по Айлдсу, ради прикола, он, кстати, очень опытный, да, такой, записался вот он в другом городе, на экзамен пошел сдавать и не получил выше восьмерки за продуктивные навыки, то есть за письмо и за заговорение. Даже восьмерки с половиной там не было. это дебилизм, конечно, но такова система. Ей этой системе это с рук сходит, потому что Айлдс тоже существует в узком зазоре между фактически пятеркой с половиной и семеркой с половиной, потому что выше семерки с половиной никакой вуз не потребует. Ну, я не припомню. Хотя я много видел всяких программ. Конечно, я не очень сведущ, да, в канадских, скажем, да, я не заглядывал на канадские сайты вузов. Не ручаюсь за какую-нибудь Новую Зеландию. В Америке вообще больше больше тойфу принимают. Ну, Айлдс тоже, конечно, сгодится. Но, опять же, выше семерки с половиной никакой вуз обычно не потребует. И тем более даже не учтет балл по Айлдсу на самом деле в случае конкурса среди абитуриентов. Айлдс воспринимается приемными комиссиями, ну, по крайней мере, за британские вузы относительно могу ручаться, как фактически зачет-незачет. Вписывается балл в заданные рамки good, не вписывается good bye. выше а нам плевать. Ну, реально. Даже, как ни странно, при отборе на PHD с финансированием через грант никто на Айлдс пристально как-то вот прицельно не взглянет. Даже, что ужасно, если по условиям гранта докторанту придется с первого же года начинать педагогическую практику в том же вузе. Меня несколько коровит, когда я вижу, что магистратуру по, ну, допустим, моей лингвистике берутся с общей шестеркой с половиной и шестеркой по спикингу. Ну, ладно, ок. Пусть берут. Даже если это на прикладную лингвистику, она чистый тисел, то есть на преподавание. Ну, потом доучат. Либо в школу пойдут среднюю, начальную работать. Может, им больше и не потребуется. Кто их знает. Там ставки как бы не очень высоки. Пусть берут. И докторантов пусть берут. Тем более, они будут обычно тихонечко сидеть в библиотеке или лаборатории и проводить 3-4 года свое какое-нибудь исследование. Но фактически принимать на работу вузовских преподавателей в Англии в Англии для носителей языка. А докторанты, как правило, преподают на первых курсах бакалавриата, где большинство студентов не иностранные, не интернациональные. И вот принимать на работу преподавателей вуза с шестеркой по спикингу в солидный британский вуз это, конечно, уже за грани добра и зла. Это можно, наверное, извинить, если, конечно, кандидат какой-то прям вот невменяемо выдающийся в своей области знаний. Но это пока у человека еще нет PHD, он только собирается получать это PHD, поэтому его как бы исследовательский потенциал и какие-то таланты оценить тем более если он интернациональный студент, ну, крайне-крайне затруднительно. Он еще ну совсем неоперившийся с точки зрения академической системы. Так что я не знаю. Слава богу, на магистратуре я с такого рода преподавателями в Бирмингеме не имел дела, пронесло как-то. Ну, на магистратуре на самом деле могут преподавать докторанты или даже люди у которых и в перспективе и не собирается быть докторской степени. Ну, просто если более квалифицированных кадров в данный момент не хватает, ну, или по каким-то иным причинам, допустим, чисто теоретически я, закончив магистратуру, мог бы здесь же остаться, получить работу, если бы мне ее дали, и преподавать на следующий год те же самые предметы и модули, читать лекции, вести семинары, которые я сам сейчас изучаю. Теоретически, то есть ни юридических, никаких иных препятствий этому нет, ну, есть просто препятствия в плане рынка труда, места заняты, а куда девать преподавателей, которые тут уже как бы может 20 лет этот курс читают. И да, у них нет при этом степеней и в расписании они не доктор, профессор, а мистер. так что дела такие. Ну, это, конечно, я несколько отвлекся, это вот это вот прием докторантов с шестеркой по IELTS, ну, скорее всего, с шестеркой общей не возьмут, но с шестеркой с половиной общей возьмут, а с шестеркой по какому-то одному из модулей, допустим, по спикингу или райтингу тоже они могут пройти, соответственно, я вот, ну, и по ритингу тоже как бы шестерка с половиной это невыдающийся результат. Но вообще в целом система IELTS работает, и это вот то, что я упомянул, это глюк системы, в остальном система справляется, потому что с шестеркой с половиной, с семеркой, с семеркой с половиной поступают все, куда хотят. Чуть ниже направляются на предварительный год, полгода до подготовки, и потом либо пересдают IELTS, либо тихой сапой по внутривузовскому какому-то экзамену по английскому проходят и допускаются до занятий по факту не имея даже шестерочки. Но это не проблема IELTS, а скорее алчность вузов или, что чаще хочется надеяться, не алчность, а необходимость как-то выживания вузов послабее. Но все это я первоначально к тому, что девятку за спикинг и райтинг не ставят обычно даже экзаменатором, потому что она им ни к чему. Она вообще никому ни к чему, как и 95 баллов за магистрское эссе, потому что и 82, и 95 это уже пятерка с плюсом. Какая разница, насколько большой у пятерки плюс? Восьмерка IELTS и выше, но они нужны только, кажется, в иммиграционных программах типа австралийских и канадских, где конкурсная система и результат по-английскому и в случае с канадской еще и, кажется, французскому входит в общий какой-то рейтинг кандидата, где по какой-то формуле там учитывают кучу параметров, начиная от возраста, уровня образования, востребованности, специальности и так далее. Ну, по крайней мере, раньше так было, когда я разузнавал. Ну, и когда мне попадали студенты по IELTS, которые шли по General Module, не Academic Module, а General Module, потому что, ну, если они не учиться едут, а вот по иммиграционным программам, то, в общем, академический модуль не нужен. Хотя он не настолько отличается от академического, в том смысле, что там listening точно такой же и спикинг точно такой же. Там просто тексты попроще в рейтинге и они пишут, они не описывают, по-моему, график таблицу, диаграмму, схему, они там пишут какое-нибудь, типа, письмо, жалобу в отель, что, ну, там, я не знаю, у нас кондиционер не работал, а вы с нас содрали, а полную стоимость за проживание, верните деньги, что-нибудь в этом роде, или благодарственное письмо семье, которое приютило на время пребывания в англоязычной стране, что-то такое неформальное, может быть, менее формальное. Ну, вот, да, с этими программами миграционными раньше так было, последние несколько лет я не заглядывала в эти программы. Так что, когда я последний раз сдавал IELTS, мне тоже влепили, кстати, семь с половиной за спикинг, при том, что потом я спокойно пошел сдал Proficiency кембриджский в Лондоне на Grade A без проблем и даже без особой подготовки. Точнее, я готовился, ну, я готовился, по сути, только к секции Use of English, по которой набрал максимум, не допустив ни одной ошибки. Но семь с половиной пайлдс мне за спикинг, серьезно? Конечно, да. Я надменно брыжу с слюной, но это не то, чтобы как-то несправедливо. это просто неадекватно. Тем более, ну, другой, более серьезный экзамен, как раз заточенный на проверку знаний на более высоком уровне, как бы опровергает этот IELTS. И я уверен, что на том IELTS семерка с половиной, я говорил очень бегло, по делу, соответствую всем критериям. И я очень удивлюсь, если я там допустил хоть одну единственную какую-то ошибку. Я все-таки допускаю, конечно, ошибки в английском языке, да и в русском допускаю, но за 12 минут спикинга, тем более, если ты как бы сосредоточен и специально стараешься ошибок не допускать, то это мало, мало вероятно. Ну, и опять же, за одну-две ошибки какие-то мелкие, ну, это было бы, ну, не девятка, а восьмерка с половиной. Ну, семерка с половиной, серьезно. Ну, это я, конечно, так иронизирую и придираюсь. На самом деле, рассчитывать на большее было бы столь же наивно, как и рассчитывать на 80 здесь по магистрским эссе. Но только очень уверенный в себе экзаменатор может ставить такие оценки, и они тоже не гарантия. Летом, насколько я понимаю, будет аттестационная комиссия какая-то, которая может в произвольном порядке перепроверить работы и, возможно, меня лишат моих 82 баллов за модуль, да, за эссе по модулю Describing Language. И вообще эти 82 модуля по слухам, не знаю, самый высокий результат за письменную работу в прошлом семестре на всем моем потоке. Но опять же, по слухам, я наверняка не знаю, потому что списков явно никто не вывешивает. ну так говорят. Но опять же, с другой стороны, до лета оценка считается предварительной. Может, кому-то она не понравится, и мне ее понизят до 75. Всякое может быть. Так что система не без своих заморочек. На бакалавриате порог для неуда, как я уже говорил, ниже 40 баллов, 40 процентов. А так, в общем, система такая же, разве что от специальности к специальности могут быть разные формы экзаменов. Ну и на миксаратуре тоже самое. На самом-то деле разные формы экзаменов. На математике, пожалуй, можно набрать и 100 баллов. Я подозреваю. Наверное, в случае, если там только один вариант ответа в каждом вопросе правильный, экзамен не эссе, а обучисление в аудитории за закрытыми дверями и без доступа к айфонам и прочей технике. Но там и вариант провала больше и вариант какого-то читинга меньше. Там не сдал, значит не сдал. Так вот, мой знакомый на финансовой математике ныл во время местной сессии, что у них на факультете самый большой процент неудов по заданиям на весь МУЗ, на весь университет Двермингема, на их конкретном вот этой вот магистратуре по финансовой математике. Ну там и, конечно, экзамены настоящие, а не эссе. Чтобы получить за домашний эссе неуд, надо тоже еще постараться. Оно должно быть ну совсем никуда негодным. Совсем никуда. Просто вот ниже плинтуса, потому что негласное желание преподов фейлов не ставить. Слишком много мороки. эссе явно будут перепроверять, если фейл, и потом ученики будут пересдавать. Ну, фактически в обязательном порядке. Но они же не расплачутся и не расплачутся и не улетят над самолетом, откуда прилетели, или не уедут поездом, и не уйдут пешком, если они где-то тут неподалеку родились и вырусли. Они будут пересдавать. И экзаменатору, которых завалил, придется лично встречаться с заваленными студентами и разъяснять более-менее детально все там ошибки, промахи, как в следующий раз при пересдаче все сделать так, чтобы пройти. тут уже репутация вуза на кону, потому что за несколько процентов заваленных студентов это громкий, довольно негативный пиар, что не говори, ведь потом, если так вот со студента поступить, то он будет на весь мир ныть, что их несправедливо там завалили, они такие деньги платят, так старались, а препод их ушло и ничему их не учили, что часто в какой-то степени правда, потому что цены реально конские, но особенно для иностранцев, для местных тоже не такие мелкие и, по-моему, они подрастают вместе с инфляцией, хотя не ручаюсь, не перепроверял, ну и государство для местных студентов, по крайней мере, фиксируют для бакалавриата, для магистратуры, по-моему, то есть не фиксируют, но оно плюс-минус, как ни странно, одинаковое, но финансирование это отдельная большая тема, цены конские, да, а часов, особенно в магистратуре, да и на бакалавриате, тоже очень немного, поэтому, то есть, если студенты жалуются, что их как-то плохо учат, то это, в общем, по-своему верно, в том смысле, что их не то, что учат плохо, но их учат мало, а контактных часов немного, преподаватели дорогие, но и вообще подразумевается, что там на какой-то час аудиторной работы студенты 8 часов будут с Аней там пахать, читать, изучать. Ну, а по поводу эссе, я их так несколько, да, раскритиковал, но они не самый худший вариант оценивания, на самом деле, да, непривычно, но если вообще рассматривать преподаваемую, то есть taught, master's taught, а не чисто исследовательскую магистратуру, то ее цель все равно вывести студентов на написание диссертации, которая тоже своего рода эссе, но только очень длинная, поэтому было бы даже странно устраивать устные экзамены или какие-то компьютерные, там, multiple choice тесты, а потом главным испытанием опять же делать вот эту вот письменную домашнюю диссертацию, и эта диссертация потом определит общий балл за весь год она перевесит фактически все эти эссе, так что, то есть эти эссе, они, в общем, готовят к диссертации, так что в этом плане система логичная, что немножко, да, радует, удивляет, даже умиляет, как-то так, спасибо за внимание, спасибо, спасибо - по- Продолжение следует...